Посмотрите производные этих слов. Просто. Что там есть? Какое слово еще? Роза. В слове сложно. Что там? Вкручено. Ложь. Вот смотрите. Сейчас очень важно упростить свою систему работы. Идея понятна? Сейчас, что это такое сейчас? Буду детально прямо говорить. Что означает упростить свою систему работы? Смотрите. Сейчас ключевое для каждого, в том числе для нас, Наташа, это 70 примерно процентов своего рабочего времени это рекрутинг. Прям пометьте себе. Рекрутинг. 70 процентов своего рабочего времени рекрутинг. Что это означает 70 процентов рабочего времени? Вот если ты выделяешь в день, например, на этот бизнес. Вот поднимите руки, кто выделяет на этот бизнес в среднем 2-3 часа в день? Вот железобетон. Вот смотрите. Значит, у вас какая должна быть пропорция? Примерно, если у тебя 2-3 часа, да, прикидывайте, у тебя примерно час, то есть тире 2 часа на что? На рекруте. На рекруте. Уловили идею? То есть вот это фундаментальная штука. Задача, пометьте себе здесь, организовать поток, одна регистрация в день. Организовать поток, личная, одна регистрация в день. Смотрите, в вертикальной модели построения организации без одной регистрации в день большого роста не будет. Понятная идея? Что означает организовать вот этот поток? Сейчас поясню прямо в деталях, буду говорить. То есть это, само собой, список имен. Обойти всех. Обойти, обзвонить, рассказать. Понятная идея? Прямо знаете, каким образом рассказать? Если даже не хотят слушать, прямо скажите, давай сделаем так. Моя задача, чтобы все мои знакомые знали об этом деле от и до. Чтобы вы мне потом не говорили, когда увидите меня с чеком, почему я вам об этом не рассказал или не рассказал. Прямо запишите это сразу. Моя задача рассказать сейчас всем, в чем заключается идея и смысл построения бизнеса через интернет. Я не буду, прям можете сказать, я не буду тебя рекрутировать, я не буду тебя регистрировать. Моя задача просто тебе рассказать. Палец, правда, вот так держите, привет. Хорошо? Сконцентрируйтесь сейчас на том, чтобы рассказать всем своим знакомым об идей этого бизнеса. Договорились? Единственное, что я наблюдаю иногда, почему не рассказываю, может быть, новые партнеры не рассказывают всем. Это страх, что откажут и страх, что подумают, но там еще, может быть, какие-то вот закоряки. Уловили идею? Вот давайте так, вводно убираем. Ваша задача не регистрируют. Ваша задача какая? Рассказать. Хорошо? Если захотят, зарегистрируйте. Договорились? Не захотят, ничего страшного. Ну, сделайте так, чтобы 100% ваших знакомых узнали об этом бизнесе. Договорились? Я то же самое поставил перед собой еще задачу. Заново обойти весь свой список имен. Ловили идею? Не надо для этого списки даже составлять, если вы не хотите. Телефон и справочник вам в помощь. Понятная идея? Телефон и справочник в помощь. Сейчас мое наблюдение. Реально многие люди сейчас далеко не уверены в завтрашний день. Эффект происходит удивительный. Дальше идем. По поводу онлайн-рекрутинга. По поводу онлайн-рекрутинга. То же самое. Если рекрутируешь в интернет, максимальная концентрация на 2-3 методах. Больше не берите. Вот, например, когда мне спрашивают, как я рекрутирую? Одноклассники. Мой любимый метод – это одноклассники. Как я рекрутирую в одноклассниках? 30 минут в день, не больше. У меня задача – 30 минут в день, не больше. Что я делаю 30 минут в день? Я ставлю себе задачу за 30 минут сделать 20 активных контактов. Что в моем понимании 20 активных контактов? Я завожу, например, город Казань, поисковая система, 25-45 лет, мужчины, фамилия Петров. Понятная идея? У меня выходят все Петровы, 25-45 лет, города Казань. Понятная идея? Дальше я быстро пробегаюсь по ленте, смотрю адекватные фотографии. Если вижу адекватную фотографию, я захожу к нему. Улавливаете идею? Быстро пробегаюсь по его ленте. Если там адекватная лента, ставлю лайки. И если меня он вообще восхитил, пишу какой-то коммент или еще что. Понятная идея? Никаких включений, никаких там отвлечений. Понятная идея? У меня задача за 30 минут сделать 20 контактов. Уловили идею? Все. Какие ошибки вижу при работе в интернет? Это расфокусировка. По демиду, я вот такой бывал. Зашел работать, через 2 часа очнулся на каком-то сайте непонятной. Понятная идея? Вот это основная проблема. Понятная идея? Это как вот, ну, они кто-то же есть, да? То есть, только сел вечером перед компьютером, говорит, поработать, уже утром дети в школу собрались. Вот это основная засада. 30 минут в день. Все, точка. Вот что во мне, тьфу-тьфу-тьфу, есть хорошее? Это нерожденный выработал в себе привычку не лазить никуда в сторону. У меня задача 20 контактов 30 минут. Понятная идея? Есть будильник. В своем телефоне ставлю. 30 минут. Все. Он через 30 минут зазвонит. Понятная идея? В этот момент я ставлю телефон в режим авиа. Ко мне не дозвониться в этот момент. Понятная идея? Я не отвлекусь ни на что. 20 контактов. Статистика на меня сработает. Если я 300 дней в году сделаю по 20 контактов, сколько у меня будет всего контактов активных? Не спамовских. 6 тысяч контактов. Статистика на меня сработает. Понятная идея? Скажите, из 6 тысяч хотя бы 10% отреагируют. 600. Понятная идея? По статистике. Даже если из этих 600 только 10% ко мне зарегистрируются, у меня в год 60 регистраций при затратах 30 минут в день. Хорошая статистика. Это в месяц 5 регистраций. Понятная идея? Только благодаря 30 минутам в день. Уловили идею? То есть вы выбираете свою методику, ну и еще раз повторюсь, максимально концентрируетесь и делаете так, чтобы у вас 70% не нахождения пустого и блуждания было, а четкой, конкретной действией. Это понятно объяснил? Уловили идею? Ваша задача не уговорить всех подряд. Наша задача найти людей, готовых к изменениям. Что это подразумевает? Смотрите, когда мы проводим с вами встречи, есть разная, ну, как бы сказать, подготовленность человека. Нас звали с Наташей в 99-м году в этот бизнес. Квартира есть, автомобиль есть, работа в Газпроме есть, квартира не в апотеке. Нас все устраивало. Понятная идея? Мы отказались, 2000-й год, нас приглашали, мы отказались. 2001-й, накануне, за несколько месяцев, замгенерального подставил шефа, генерального сняли. Ну, вы знаете, эту историю не буду там долго продолжать. Все, мы пришли в бизнес, нам не надо было рассказывать. Мы были готовы к изменениям. Кому знакомо такое? Кто был готов к изменениям перед тем, как вас пригласили сюда? А кого вас звали до этого, но вы не шли, потому что не были готовы к изменениям? Понятная идея? Поэтому, ребята, делайте так, чтобы как можно больше людей узнали, что вы в этом бизнесе. Понятная идея? Следующий момент, обязательный момент. Тем, сейчас к новым особенно партнерам обращаюсь. То есть, что вы делаете, значит? Сейчас приглашаете кого? Знакомых. Сколько в телефонном справочном? Меньше встани у кого, наверное. Так как получается? Вам работы, как минимум, на 1-2 месяца есть? Это как минимум. Плюс параллельно вы делаете, начинаете создавать свой бренд, так называемый личный бренд. Как его создаем? Первое. Меняем аватарку у себя. Делаем нормальное фото. 300 рублей. Там у кого-то дешевле идете в салон и делаете нормальное фото с улыбкой. Понятная идея? Улыбаетесь. Понятная идея? Улыбаетесь. Фотографию с улыбкой. Дальше идем. Когда некоторые говорят, Эдуард, я смотрел, у тебя там не совсем улыбка. Я говорю, будешь зарабатывать как я? Можешь по-всякому делать фото. Идея понятна? Пока не зарабатываешь, улыбка твои деньги. Аватарка правильная. Дальше идем. На 40-50 постов назад все чистишь. 40-50 постов назад все чистишь. Почувствую. Что значит чистишь? Убираешь все репосты. Убираешь все алкоголи, сигареты. Понятная идея? Весь компромат на себя убираешь. Убираешь все посты, где меньше 5 лайков. Даже если тебе эта фотка, мяшечка, нравится. Я понятно объясняю? То есть убираешь бессчадно. То есть у тебя должна быть интересная лента. Договорились? Дальше. Обязательно, обязательно начинаешь выставлять посты, связанные с бизнесом. Понятная идея? Вот тут есть разные рекомендации. Традиционная рекомендация. То есть получается где-то примерно на 9 постов, 1-2 поста про бизнес. Уловили идею? Мужчины. Это к нам не относится. У мужчин чуть-чуть наоборот должно быть. Уловили идею? У девушек. То есть больше там красота, семья и чуть-чуть бизнеса. Уловили эти идеи? Вот такой. Ловстайл. У мужчин, говорят, мы по природе, мужчины на первом месте что должны быть? Добыча. Бизнес. Уловили идею. Поэтому мужчины, они копируют девочек. У нас чуть-чуть по-другому. Понятная идея? Посмотрите, например, ленту у Гандапаса. Что у него? У него 9 постов про бизнес. 1-2 поста. Он там куда-то съездил отдохнуть. Так или нет? Понятная идея? Поэтому девочки, когда учите мужчин, пожалуйста, не говорите им. У тебя должно быть на 9 постов. У лавстайли. Там 1-2 про бизнес. Уловили идею? У мужиков все наоборот. Не надо из мужчин делать девочек. Договорились? Скажите, с этим понятно? Да. Дальше. Вопрос. Напишите себе сейчас цифру. Сколько вы изучили видео на тему рекрутинга от и до? Цифру. Сколько вы изучили видео от и до на тему рекрутинга? А кто мне, пожалуйста, считается? Не знаю. Вот сами посмотрите на эту цифру. Теперь задайтесь вопросом. Сколько из этих видео вы взяли идей, которые стали вашими? Мораль понятна? Кто видит, что там есть еще потенциал у вас? Это сейчас нету ничего в секретах. Заводите в YouTube. Да? Рекрутинг в одноклассниках. Что у вас видят? Все видео, как рекрутировать в одноклассниках. Рекрутинг в ВКонтакте. Что у вас видят? Все видео. Выбираете видео с самым высоким количеством просмотров. Если вы изучите 10 видео, возьмете по одной-две идеи, у вас 10-20 идей. Вы делаете частью себя. Договорились? Все, вперед. Поставьте себе задачу стать мастером в двух-трех методиках рекрутинга. Договорились? Два-три метода рекрутинга. Хорошо? И еще раз хочу подчеркнуть. В рекрутинге запомните главное количество. Не качество, а количество. Очень богатый человек мира в свое время еще Рокфейлер рассказал на эту тему. Он сказал, если бы я в 51-м случае ситуации был бы прав, то я бы бросил бизнес и пошел бы играть в казино. Понятная идея? Зачем мне делать бизнес, если я в 51-м случае став прав? Я бы пошел играть в казино. Мораль какая? Вот я очень часто привожу этот пример. Если вы возьмете кубик Рубика, там есть шесть грани. Есть такое? Ну, не кубик Рубика, а это, господи, как его? Кость. Игральная кость. Вот представим себе, что цифра К5 это ключевой бизнес-партнер. Скажите, если вы кинете 10 раз эту кость, есть шанс, что 6 раз выпадет пятерка? Есть. Есть, маленький, но есть. Есть такое? Но нам на что надеяться будет? Понятная идея? Ну, удача. Если вы кинете тысячу раз вот эту игральную кость, докажите мне, что 6 раз пятерка не выпадет. Выпадет? По-любому выпадет. Знаете почему? Что сработает? Закон статистики. И вот Рокфеллер же сказал, запомните, все успешные люди работают статистикой и никогда не надеются на удачу. Лови идею. Я никогда не буду надеяться на удачу. Я буду отрабатывать свою статистику. Нам нужно 12 директорских команд. Что нам нужно сделать, значит, с Наташей? Я вам сейчас покажу. Показать нам нашу тактику, как мы будем расти 12 директорских команд. Смотрите, нам нужно 12 директорских команд. Что мы будем делать? Наша задача...